Поэтому Ром переживается, атака при этом не закончена, уходит Брю, и сейчас Гамбиты должны здесь просто уничтожаться все, кто здесь находится. Свен погибает, пытается ФНГ отсюда убежать, его отпускать не должны, остается у Кодоса все еще Лассо, то есть в идеале бы найти Акулыч, и сделать это несложно. Да, Шаман дает Хекс, будет связка, будет связка, и будет Лассо. Да, надо бы Дарксира тут забрать. Или не будет Лассо? Да, там Суржа нет, все понятно. Как же Брю Мастер классно работает ультимативно и против Даркс? Да, то есть там, бабочка, это, наверное, все-таки больше стойкости, вот конкретно в этой игре для антимагонеждача. О, как же какого? Идеально просто, Брю Мастера живая, промо сплит, есть вакуум, вакуум выходит по-троим, выходит антимаг, попытка быстро убить. Не плохой бы, находит, кстати говоря, а вот это ведь все без Вен у нас происходило. Это все без Вена происходит. И все еще живут, подкоп на антимага, антимаг, есть блинкаут, впредь лево нажать, успевает антимаг за ним погоню уже не продолжится. Подожди, а Фонин же до сих пор Аегис есть? А что это за тайминг такой от Empire, что это за выход такой был достаточно странный? Ну, без Вена хотели потраться, видимо, но Брю Мастера в итоге так же погибнет. Ну да, он-то после байбэка как раз, ему погибать вообще как не хочется. Ну, он не сейчас по центру, но даже если антимаг две стороны успеет забрать, что в принципе нереально, пока идет эта драка. Комбиты сделают мега-крипой. Глобал, Батрайдер под Блокенбаром летает на базу, падает третья линия. Казарма стоит снизу, еще одна у команды Empire, то есть это не будет никак репой, здесь где казарма упадут, надо будет приместиться еще вниз. Брю Мастера появляется совсем скоро, но правила сплита не будет, врыв, есть моментальный Хекс, отличный вакуум, плюс волопреплика, подкоп от Никса Сассина, еще и туда. Максимаг начинает сильно грызть, дает мановойт, урона очень много, блинкаут от Рима, в последний момент он уходит буквально на 100 хп, но казармы падают. А в погоне за иммершином он уходит в Индетту, Брю Мастер под Блокенбаром начинает очень сильно страдать от Темпларки, от Свена, и Брю Мастер погибает. Здесь минус Брю, падает предпоследний барак, и там барак падает просто от крипов, мегакрипы для команды Гамбит прямо сейчас, атака на Батрайдер, есть подкоп, уходит в Дахак, есть стан, можно будет застанить Батрайдера, Батрайдера получает стан, еще один вакуум под волопреплику, который работает здесь секунд уже 30, и погибает и Батрайдер. Мегакрипы, но на самом деле против такого играть уже перцем лучших в СНК, не считая команды ВП, конечно. Атака на Батрайдера, все это происходит через Глобал, и Батрайдеры должны убить, что дальше? Абадон пытался подойти, нажимает у Тиммейт, по-моему делает это сам, Хекс заходит сразу же на Драксира, очень важный Хекс, Брю Мастер у Тиммейт есть, есть отличная у Волопреплика и вакуум, и никакой поддержки от Брю Мастера, единственный плюс, что Абадон здесь денаится, но дальше Мана, а далее Батрайдер. Но по-прежнему, конечно, очень силен, он решает в такие моменты, пока там нет БКБшек, нет Лотусов, каких-то Гривзов, Яулов и прочего, а Дрим хочет наказать у Ханга, вообще, кстати, убьет его. Ну и, собственно, отправляется в Свояси, дальше фармить, а здесь с Дезолятором Гамбит. Дрю Мастер подходит? Не-не-не, пивка можно туда, можно пивка подлить. Прямо сплит нажать, войти с пандой там, давай! Но это нужно делать сразу, потому что будет уже слишком поздно, его видели, дают стан, Прямо сплит поздновато. Прыгает, начинает драться, больно, есть Лассо, да нормально, хоть Аиги забирает Афонича, может здесь подраться.